Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вам доклад неодевантная таргетная терапия антихербатального рака молочной железы. Цель неодевантной терапии начнется с того, что определит цель неодевантной терапии. Это увеличение возможности выполнения органов, сохраняющих операции, BFC, сигнальных лимфоузлов при достижении N0 после неодевантного лечения, тем самым уменьшая объем хирургического вмешательства. Повышение достижения частоты полного патоморфологического регресса. Также это может обеспечить раннюю оценку эффекта на лечение и дополняет оценку прогноза вместе с другими факторами риска. Начнем мы с экскалации лечения H2 положительного рака молочной железы. Таргетная терапия в неодевантном режиме. Метаанализ ВДА 12 международных исследований неодевантной терапии показал, что у пациентов, достигнувших полный патоморфологический регресс, было отмечено значимое увеличение бисобитина и общей выживаемости. И также было обозначено, что полный патоморфологический регресс является прогностическим маркером. При гистологическом исследовании должно быть полное отсутствие клеток инвазивного рака либо наличие карциномы ин-ситу. Если при исследовании материали первичная опухоль полностью был полный патоморфологический регресс, то тогда описывается как breast PCR. И если достигнут полный патоморфологический регресс как и в первичной опухоли, так и в лимфатических узлах, то это total PCR. На данном слайде представлена связь полного патоморфологического регресса с бисобитиной выживаемостью пациентов HR2 положительным раком молочной железы. Мы видим, что при оценке исследований в группах с полным патоморфологическим регрессом попали пациенты больше с гормоноотрицательным рецепторным статусом. А в группе, где рецепторный статус был положительный, достигнуть полный патоморфологический регресс был реже. На данном слайде мы также можем отметить уже в виде графиков, что достижение полного патоморфоза было именно в группах с HR2 положительным раком молочной железы, но с отрицательным эстрогеном либо прогестеронным статусом. Начнем с одного из крупного многоцентрового исследования. Третья фаза – это эффективность неродевантной химиотерапии HR2 положительного рака молочной железы с применением либо без применения тростозумаба. Были включены пациенты, которые разделились на три рукава. В первую группу – это пациенты, получавшие химиотерапию вместе с тростозумабом, либо отдельно в следующий рукав – просто химиотерапию без тростозумаба в неодевантном режиме. После хирургического вмешательства пациенты до года получали тростозумаб. По данным исследований мы видим, что применение в неодевантном режиме тростозумаба значительно увеличивает частоту полного патоморфологического регресса. В группе, где была в неодевантном режиме, применена таргетная терапия. Также можно отметить, что добавление тростозумаба к стандартной химиотерапии при HR2 положительном раке молочной железы достоверно увеличивало частоту полных патоморфологических ответов и 5-летнюю безрецидивную и бессобытийную выживаемость. Здесь представлено исследование из серии Альянс, есть ли необходимость применения анти-HR2 положительной терапии на весь промежуток неодевантной химиотерапии, то есть не только с применениями с токсанами, но и с антрациклинами. Также в исследовании пациенты делились на два рукава. В первой когорте пациенты получали антрациклины в дальнейшем переходе на токсан в комбинации с таргетной терапией герцептином, а вторая группа получала антрациклин и токсаны, и на протяжении всей химиотерапии было введение герцептина. По оценке безрецидивной и общей выживаемости мы видим, что данные сопоставимы. Различие между двумя этими группами составляло то, что пациенты, получавшие на протяжении всего неодевантной химиотерапии герцептину, имеют повышенную кардиотоксичность. На данном слайде представлены основные исследования эффективности двойной блокады перцузумаб и тростузумаб в неодевантном режиме при HR2 положительном раке молочной железы. Одно из основных исследований – это неосферы, опубликованы уже результаты. Вторая фаза – эффективность комбинации перцузумаба и тростузумаба в неодевантном режиме. Пациенты делились на 4 категории, которые получали либо тростузумаб с датстоксанами, либо перцузумаб и тростузумаб и химиотерапию токсанового ряда, перцузумаб и тростузумаб без системной химиотерапии и перцузумаб с датстокселом. Первичная цель – это был полный патоморфологический регресс и оценка безрецидивной и бессобытийной выживаемости. По данному исследованию было показано, что увеличение частоты полного патоморфологического регресса первичная опухоль отмечалась вне зависимости от статуса астрогеновых и прогестероновых рецепторов в группе перцузумаба и тростузумаба в комбинации с датстокселом по сравнению со стандартной терапией тростузумабом и датстокселом. А также снижение относительного риска нежелательного события отмечается на 40% при терапии в комбинации перцузумаба с тростузумабом по сравнению со стандартной терапией тростузумабом с датстокселом. И частота пятилетней бессобытийной и безрецидивной выживаемости была выше в подгруппе пациенток, достигнувших полного патоморфологического регресса как в ткани молочной железы, так и в лимфатических узлах. Следующее исследование – это исследование Трифена. Вторая фаза – это рандомизированное исследование безопасности терапии перцузумабом с тростузумабом в неодевантном режиме в комбинации с химиотерапией. Здесь исследовались различные варианты неодевантной химиотерапии, как и содержание карбоплатины, так и антрациклины и токсаны. И по данным исследований мы видим, что комбинация перцузумаба и тростузумаба показывает высокую эффективность со всеми схемами химиотерапии по всем критериям оценки полного патоморфологического регресса. И комбинация перцузумаба и тростузумаба показывает максимальную эффективность полного патоморфологического регресса, как в первичной опухоли, при гормононегативном типе рака молочной железы. Однако эффективность показана и при гормонопозитивном HR2 в положительном раке молочной железы. Это основные результаты этих исследований. Можно сказать, что исследования сферы и НОН имеют сопоставимые значения полного патоморфологического регресса как в первичной опухоли, так и в лимфатических узлах. А 6 циклов химиотерапии – это более допустимое проведение неодевантного лечения до момента операции. В заключении по эскалации было показано, что эффективность терапии есть при применении таргетной терапии в неодевантном режиме, при первично-операбельном и местно распространенном раке молочной железы. Частота полного патоморфологического ответа была повышена в общей популяции. И при оценке бессобетина и безрецидина выживаемости, при добавлении пертузумаба происходило снижение риска неблагоприятного события. Эскалация лечения, чертва положительного рака молочной железы, таргетная терапия в адювантном режиме. А чертва положительный статус и его экспрессия являются патогмоничным негативным фактором в расчете дальнейших возможностей рецидивирования. И по оценке нескольких крупных клинических исследований применение тростузумаба в адювантном режиме было показано, что в течение 10 лет после окончания терапии прогрессируют или погибают до 3 пациентов. Объединенный анализ двух исследований показал, что добавление тростузумаба к тастоксанам в адювантной терапии позволяет достоверно снизить относительный риск и как безрецидивной выживаемости, так и общей выживаемости. И в группе пациентов при этом абсолютная разница между применением тростузумаба и отсутствием была выше у пациентов с высоким риском возникновения рецидива, с поражением лимфоузлов. И была абсолютная разница между подгруппами, где увеличивалась разница с риском возникновения рецидива в группе, у которых было поражение меньше 4 лимфатических узлов и в группе, у которых поражено больше 4 лимфатических узлов. Одно из известных исследований ГЕРА – это применение в адювантной терапии тростозумаба в течение года и продолжение его до двух лет показало, что увеличение длительности адювантной терапии более года не показало преимущества выживаемости, а двухлетняя адювантная терапия тростозумаба вызвала больше кардиологических и общих нежелательных явлений по сравнению с однолетней. Также исследование ГЕРА показало значимую разницу в безрецидивной выживаемости и общей выживаемости между группами тростозумаба и группами наблюдения. И на основе всех результатов данного исследования адювантная терапия тростозумаба до одного года является на сегодняшний момент золотым стандартом лечения. Следующее исследование – это исследование Афинити, исследование третьей фазы эффективности применения пертозумаба в адювантной терапии. Данное исследование оценивает только в настоящий момент 4-летнюю, может оценить безрецидивную выживаемость, потому что длительность исследования пока 4 года, но планируется наблюдение в течение 10 лет. Пациенты получают в адювантном режиме химиотерапию и тростозумаб, и пертозумаб, либо химиотерапию и только тростозумаб. Первичная цель данного исследования – это выживаемость без рецидива инвазивного рака молочной железы. Первичный анализ показал, что есть достоверное снижение относительного риска событий на 19% при применении двойной блокады пертозумабом и тростозумабом. А также пациенты высокого риска с наличием метастатического лимфоузла, либо отрицательным гормональным рецептором получили максимальную клиническую пользу. Снижение риска развития рецидива на 23-24% соответственно. И доказана эффективность данной двойной комбинации в адювантном режиме больше применима пациентам с группой высокого риска, либо пациентам, которым не проводилась неадювантная терапия. По международным комбинациям применения приеды пертозумаба в адювантном режиме было рекомендовано на конференции Сан-Гален, а также рекомендации НССН, но только при условии, что в неадювантном режиме пертозумаб был не применен. Деэскалация лечения HR2 положительного рака молочной железы, таргетной терапии в неадювантном режиме. Недавно было опубликовано исследование о двойной HR2-блокаде без применения химиотерапевтического лечения. По данным исследованиям мы видим, что в одной определенной когорте пациентов достигнут до 45% возникновения частота полного патоморфологического регресса. Без химиотерапии только применяют ростозумаб и лапатинемив в неадювантном режиме. Это были пациенты с HR2-молекулярным по типам рака молочной железы, определенным ПАМ-50 и с экспрессией РББ-2-геном. Деэскалация лечения HR2 положительного рака молочной железы, таргетная терапия в неадювантном режиме. Молодое исследование – это персифона, которое продолжается пока тоже 4 года, оценена безрецидивная выживаемость в течение 4 лет. Гипотеза данного исследования – это является ли 6 месяцев применение ростозумаба по эффективности, схожей со стандартным лечением в течение 12 месяцев. При этом это лечение будет снижать как и стоимость, так и токсичность терапии. По данным исследования мы видим, что безрецидивная выживаемость в принципе сопоставима на данный момент 89% у пациентов, применяющих таргетную терапию в течение 6 месяцев, и у пациентов в течение 12 месяцев. Но окончательных данных еще нет. Также ведутся исследования по сравнению 9-недельного применения таргетной терапии против 12 месяцев. Это SHOT-HEO исследования, SOLD, в которых также более-менее сопоставимые данные по безрецидивной выживаемости – это 87,5% при 12 и 85,4% при 9 неделях, и 95% против 88%. Но здесь не учтен тот фактор, что снижение таргетной терапии в адевантном режиме возможно при раннем раке молочной железы. Но когда это местно распространенные формы, то разница в значениях будет больше. Ну и в заключение хотела сказать про продолжительность именно адевантной анти-H2 положительной терапии, что исследование продолжения терапии в тростозумаб до 2 лет не улучшает показатели выживаемости пациентов. Поэтому золотым стандартом пока что остается у нас проведение таргетной терапии адевантом в течение 1 года. 6 месяцев применения тростозумаба имеют схожую эффективность, что и стандартное лечение в течение 12 месяцев. При этом снижает стоимость токсичниц, но окончательных данных, еще опубликованных этого исследования нет. Ну и также по исследованию Финхио, 9 недель терапии тростозумаба снижает частоту рецидива на 58% по сравнению с терапией без адевантной терапии, без применения тростозумаба. На нашем отделении проводится внутреннее клиническое исследование, в которое включены женщины с HR2 положительным статусом рака молочной железы, либо гормон положительный, либо гормон отрицательный. В неадевантном режиме они получают стандартную терапию, это антрациклины. В дальнейшем токсаны с таргетной терапией герцептином, в последующем подвергаются хирургическому лечению и в адевантном режиме получают у нас таргетную терапию до года. Исследование пока ведется, планируется набрать 60 пациентов. Данные пока еще не озвучены. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот пациенты, которые по поводу фердопозитивного рака получали неадевантную терапию. У них остаточное заболевание. Как вот этих пациентов лечить дальше? У них после операции, при исследовании препарата выявили остаточную опухоль. Это бывает у 40-60 пациентов, а может быть и больше. Вот какие исследования и вообще что с ними делать дальше? Ну это продолжение таргетной терапии в дальнейшем до года. Какую таргетную терапию? В зависимости от того, что они получали в неадевантном режиме, в принципе, это, возможно, двойная блокада тростозумабом и пертозумабом в адевантном. А кто доказал, что это эффективно? Это в адевантном доказано. В адеванте? Это после неадеванта. А, после адеванта. Они уже получали двойную блокаду. В неадеванты по нашим стандартам, которые утверждены в России, пациент получает и тростозумаб, и пертозумаб. В неадеванте. Это разрешено. Вот у них резидуальное заболевание. Остаточный опухоль. Что с ними делать дальше? Пока никто не знает. Хотя вообще уже есть сообщение. Но скоро предстоит конференция Сан-Антонио, где будет сообщено результаты проекта Катерина, называется. Где будет показана результативность, результаты использования Катсилы после у больных с резидуальным заболеванием. Он применяется в России, но применяется в каких-то линиях. А здесь имеется в виду после неадеванта лечения. Ну вот, кто у нас поедет. Думаю, что будет результат, в этом посмотрим. Если нет больше вопросов, то спасибо большое.